Привет! Мои кицюнки и кицюны. Вот мой шеф-повар. Ты не хочешь сказать привет? Почему мы тебе должны напоминать об этом? В работе он весь. Кицюнки, вам не кажется, что это дежавю? Мы опять жарим рыбку. Это та рыбка, которую на базаре я купила, вы видели, карасики. Ты там с цибулькой сделал? Да. Молодец. Чего я его задаю, потому что у меня дома не было. Я была на работе. Практически готова, да? Сейчас заберу. Можно забирать. Сковородкой? Ну да. По рыбинке сейчас как зима. Там Зямуха уже пюрешечку сделал с масличком. Я уже сходила, проверила в дом. Будем вечерять. Да, Зямушенцы? Да. Снимай, да? Снимай. Я вам сейчас тут прикреплю видео с ромашкой. Мені Велена прислала. Как вона, короче говоря, застряла между кроватью и стяной. Это место такая ничка. Вона постоянно туда залезет. И уже второй раз застряет. В общем, вона мне прислала. Потом прислала видео тоже невеликое такое. Как вона нашла ту тушу. У Велени воно все лежит в косметичке, закрите. Розкрыла замок, нашла тушу, раскрутила ее. И уже успела один глаз на пацюкать. Велена в ней, я тебе не показывала? Сейчас покажу. В общем, Велена успела в ней забрати ту тушу. Один глаз вона, конечно, растерла. Не знаю, как вона ее витирала. Воно ж пекуче, наверное. Как вона ее витирала, той глаз. Ну, Вишкварка мала. Ну, все. Уже знаешь, что найти, что забрать, что раскрыть, куда полезти. Ничего не спрячешь. Застряла. Ни туда, ни сюда. А как ты застряла? Покажи. Вставай. Опа. Что, опять залазишь? Айде. 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 Опять гном застрял. Опять застрял. Ты опять застряла? И не можешь встать опять? Да? Ну, вставай. 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 Давай вставай. Давай, мама ручку даст. Давай. Ура. Ура. Похлопаем. Ура. Красавица моя. Ну, ты сегодня, ты как всегда. То ты у нас ваксой натрешься, то ресницы маминой тушью накрасишь. Ну, покажись, какая ты красотка. Покажи. Ой, красивая моя. Да, очень красивая Машенька. Размазала, намазала сначала. А потом... Ой, красавица. Красавица. Дай соси маме. Вот так. Ну, чтобы уже дополнить образ, без соси чтоб было. Дочь, смотри на мамочку. Потом еще там у меня есть, я скомпоновала их прогулочку на улице. То вот эти видосики, они со звуком будут. Все, ты несешь? Да. А прогулочку я скомпоновала. Ну, там я вам поставлю просто такую мелодию, чтобы вам не скучно было дивиться. Они на улице гуляли. У нас піч топиться сьогодні. Ой, тепло. Как тепло. Мне там кто-то написал, что ой, как не стыдно. Вот у моей бабушки піч вибилина, все беленькое. А ты, засранка, в тебе піч не билина, в тебе піч не то. Такие странные люди. Тут в печи постоянно сыпется вот эта вот сажа. Это бесполезно ее белить. Просто бесполезно. Я ее белю, когда у нас заканчивается отопительный сезон. Она у меня была побилина. Сейчас она опять черная, потому что почти что каждый день вина топится. А ваша бабушка молодец, хозяйка. А я засранка. И нам не так хорошо. Мы стараемся. Мы делим соки тебе. Возвращаемся. Наверное. Да дело не в том. Просто такие люди интересные. Что попало? Лишь бы написать. Ну да ладно. И эту неприятность мы переживем. Да, Зимуха? Да. Так вот недорозсказала ж вам за прогулочку, за Ромашкину. Виля з нею пішла на улицу прогуливаться. Там на площадке взросленькая такая девочка. Ну вы побачите там. Обратите внимание на видео. Каже, ну это просто парадокс. Значит, ну Маша ж маленькая еще. А ця девочка уже ну лет может и восемь уже десь приблизно так. Я так предполагаю, может даже девять. Ну такая взросленькая уже. Не, ну десь восемь. Да, десь так. Вона там, значит, со своими игрушками, со своей вот этой плюшкой, на которой катаются. Знаете, дитки на снегу. Плюшка для снега, для катания. Ну и Машенька подходит така до нею. Хочешь потрогать, ей же интересно, заглядует туда все. То есть только она, значит, хочет что-то там ручкой потратить. Она раз плюшку забирает. Машенька в ней лопатку якусь там взяла. Вона в ней забрала, не дала погуляться. Ну таку маленькую лопатку. Я говорю, Віль, ну че ти говорю, вийшла, надо было взять ее, я не знаю. Вона каже, ну я не знаю, чеось так вийшло. Я каже, в магазин, думаю, заодно на площадки погуляем. І в фото-магазин сходим без коляски, без нічого йшло. Вот. И до чого я все это веду, что, ну Маша утратила интерес и пошла собі, каже, в другую сторону. Ця девочка за нею. И главное, перед нею, перед Машей постоянно, как бы все время, ну демонстрировала ей цю плюшку. Как бы вот специально в поле зрения Маши не так вот заходила, чтобы Маша интересовалась ей игрушками. Но при этом вона игрушек ей своих не давала. Я так наблюдала, конечно, со стороны, но я ж говорю, что это была видеосвязь, поэтому там без звука просто музыка будет. Но вы обратите внимание, что она постоянно, как бы куда... Маша за нею тоже ходила, ну и ця девочка, и ей тоже не давала, как бы, уединиться, да, пойти в другую сторону площадки или еще что-то. Я к чему это все веду? Что у нас Маша, ну так Велена ей так приучаю, я и Велену в свое время в детстве учила, что надо делиться, никогда нельзя жадничать. Что ты дай свою игрушечку, а тебе дадут взамен там тоже какую-то лопатку или совочек, ну в таком плане, вот. А тут как бы сидела и мама с ней вместе на площадке, там ей тоже в кадре видно. Вона ей даже не разу, ну как бы, не сказала, что ну дай девочка ж маленькая, дай пусть посмотрит или дай пусть погуляет. Это нет. То есть не знаю, так они наверное воспитывают ее, что не надо делиться или что, или может быть, ну не знаю. В общем, как-то это смотрелось, очень как-то так, ну, мне прямо обидно за ромашку было. Боже, воно дитя, воно же манюсенькое, хоть и глянуть, а та не даёт, забирает. Ну, и вона така недовго думает, ну и не даешь, ну и не надо. Пошла я в другую сторону. Уходила от неї все время. Короче, подивитесь то уже. Все, ладненько тоді. Таке у нас сьогодні з вами видео невеличке буде. Опять же, вибачте, що, может быть, кому-то уже це не интересно, потому что опять рибу жарим. Буквально недавно себе виставляли, как мы рибу з ямухой жарили. Ну, я показую те, что у нас в жизни происходит, то я показую. Кицюньки, я ж не народная артистка, яка ездит по заграницам, и у неї все время картинка меняется и все такое. Как есть, так и есть. Все. Целую, люблю ваш телеон.